И наше сообщение будет посвящено в какой-то степени, основываться точнее будет в какой-то степени на нашем опыте, к сожалению, совсем небольшом на сегодняшний день роботостированной хирургии прямой кишки и может быть в какой-то степени нашим таким вот ощущением от того, что мы делаем и какому-то анализу литературы, то что происходит. Я, наверное, сокращу в части своё сообщение, в части анализа литературы, потому что, мне кажется, уже многое здесь понятно, и мы останавливаться на каких-то вещах не будем, может быть, лучше это перенесём в часть вопросов. Мне кажется, наш опыт был бы интереснее в том плане, что мы могли бы поделиться теми трудностями и теми ощущениями перспектив, которые возникают у хирургов, имеющих достаточно большой опыт в малоинвазивной хирургии прямой кишки и вообще колоректальной хирургии лапароскопической. И вот при начале использования роботостированных технологий. Начать я бы хотел с такого очень хорошего высказывания Тадора Кохера, который мне очень нравится, что разрез должен быть настолько большим, насколько необходим, настолько маленьким, насколько это возможно. И тенденция развития современной хирургии всё-таки она идёт к минимизации вообще травмы, разреза. Если посмотреть на историю развития хирургии прямой кишки, вы видите, да, первые вообще какие-то манипуляции. Я там, честно говоря, даже не готов сказать, что там Фагет сделал в 1739 году, но тем не менее такая публикация, относящаяся к эксерпации, по крайней мере, промежностной прямой кишки, она датируется именно этим временем. Затем по хирургии это развивалось, не буду её, естественно, на ней останавливаться. Но хочу подчеркнуть вот тоже то, о чём сейчас я уже отправляюсь, говорил, что малоинвазивная хирургия колоректальная, она всего лишь насчитывает 27 лет, там получается, да, с 90-91 года. 26 даже. А уж роботической хирургии того меньше. Поэтому мы находимся, на самом деле, только в начале развития технологий. Вот в 90-м году первый раз была выполнена лапароскопическая передняя резекция прямой кишки. Вы видите, в первой роботической на ободочной кишке операции в 2001-м, она прямой в 2006-м только. То есть всего лишь 10 лет этой хирургии, что не так много. Ну, естественно, это как бы следующая ступень, следующий шаг после лапароскопической хирургии. Не совсем понятно, для чего он нужен, да? Ну, нужен он, наверное, истекает он из того, из каких-то ограничений, которые мы имеем в лапароскопической хирургии. Они очевидны, они представлены здесь. Ну, в самой большой степени, наверное, конечно, понятно, что лапароскопически мы имеем ограничения при манипуляциях в таких пространствах. Напоминающих стакан, там узкий, длинный, да? В том числе вот узкий таз, то есть, соответственно, это прямая кишка. Соответственно, конечно, вот в этих зонах какие-то технологии нам нужны для того, чтобы преодолеть эти ограничения лапароскопические, которые связаны с тем, что с малоподвижностью инструментов он может двигаться только по оси, ротироваться, да? И в какой-то определенной степени менять угол в зависимости от толщины брюшной стенки. Не всегда удобно стоять. Вот мы, это фотография с нашей, с одной из операций в нашей операционной. Вы видите, не совсем, наверное, комфортно хирургу. Чем-то напоминает мне того вот скунца или кто это был на последней фотографии. Ну и, соответственно, естественно, при развитии роботической хирургии самое главное сохранить все преимущества, которые дает лапароскопический доступ, создать более простой способ оперирования, сократить кривую обучения. Вот это вот очень важно, потому что та работа, на которую ссылался в своем докладе Амжат Первайс, который, я думаю, что большинство колоректальных хирургов знают, вот по Мисковича, по кривой обучения в лапароскопической хирургии, она говорит о том, что более-менее удовлетворительных результатов в лапароскопической колоректальной хирургии можно достигать, только выполнив не меньше 100-120 операций по разным, там, по ранним послеоперационным осложнениям, по интраоперационным, по ранним послеоперационным, по отдаленным результатам. Вот на какой-то нормальный уровень соответствующий мировому хирургу выходит после выполнения 120 операций. Это достаточно много, и организовать обучение, организовать менторство, организовать такое кураторство, что ли, для молодого хирурга на этапе выполнения 120 операций, ну, под силу не каждому центру, особенно если это не крупный центр, а какая-то, ну, так сказать, стандартная, что ли, работающая в стандартных условиях клиническая больница. Поэтому задача, вот, в том числе повысить безопасность хирургического вмешательства, я думаю, что роботическая хирургия в этом предоставляет нам достаточно большие возможности. Она прошла достаточно большой путь развития, вот здесь представлен в виде различных аппаратов, вот где-то с начала 90-х годов, к концу 90-х уже сформировалась, по сути, та система, которой мы в основном на сегодняшний день пользуемся, и которая предоставляет вот эти вот преимущества, которые тоже я не буду перечислять, они все очевидны, но наиболее важные из которых является, наиболее важной, по нашему мнению, это короткая кривая обучения. Значит, и есть тоже много каких-то ограничений к использованию этой системы, особенно в начале, да, мы бы их на несколько, точнее, две большие группы разделили. Первая – это экономические, которые там же от первого раза предложил не обсуждать, я ее тоже предлагаю не обсуждать, потому что она меняется, она на сегодняшний день в какой-то степени, могу по нашему опыту сказать, компенсируется теми квотами ПВМП, которые мы в учреждении имеем, и мы, в общем, можем развивать эту хирургию у нас по разным направлениям, она развивается, в основном понятно, что это урология все-таки, но мы у нас есть там операционные дни, когда мы даже на роботе по две операции стали делать в последнее время, и, в общем, у нас есть на что возобновлять расходные инструментарии, которые на это уходят. Ну и эргономика, конечно, потому что, особенно первые операции, они сопряжены с тем, что нужно организовать персонал, установить систему, вот этот докинг пресловутый, занимает достаточно много времени, не всем это нравится, и это надо преодолеть просто. И хирургическая техника, которая тоже немножко отличается, но ей владеть намного проще, сейчас я несколько работ покажу, которые это показывают так на системном уровне, поэтому главные условия преодоления, нам кажется, это мотивация просто. Если есть мотивация, ну, наверное, у руководства учреждения в не меньшей степени, чем у хирургов, которые хотят это развивать, то, конечно, все это преодолимо. Дальше я просто не буду долго останавливаться на работах, которые, ряд работ просто были посвящены оценке возможности роботической системы в исполнении тех или иных клинических навыков, технических навыков. Брались различные группы пациентов, не пациентов, а хирургов, в том числе опытных в лапароскопии, неопытных, студентов в том числе, и им давались различные задания, и робот продемонстрировал в роботической хирургии, продемонстрировал то, что он дает возможности достаточно быстрого освоения особенно сложных технических навыков. Вот здесь видите, вот, например, здесь кривая по завязыванию узлов, что, собственно, как один из патриархов отечественной хирургии, академик Углов говорил, да, хирург все, что должен уметь, шить и вязать, больше там нечего делать, на самом деле, нет, действительно, никаких мануальных навыков, я думаю, что многие здесь согласятся со мной, все остальное просто знание анатомии, чувство ткани, а навыки шить и вязать, поэтому здесь это основные, вот, завязывание узлов, вы видите, роботическая хирургия предоставляет, роботическая система, да, предоставляет сразу возможность практически вязать, ну, так, как по окончании, там, какого-то комплекса упражнений. Ну, еще раз, вот ряд работ, которые иллюстрируют, что вот эти вышеназванные тезисы, не буду я подробно на них останавливаться, и то, что касается, вот, видите, такая обзорная статья, в 2015 году была опубликована группой авторов, которые тоже показывают, то, что уже касается колоректальной хирургии, такая обзорная статья, что и краткосрочные, и долгосрочные результаты, то, что касается онкологических результатов, они примерно одинаковы и говорят о том, что в лапароскопическом и роботическом роботоссетированном доступе говорят о том, что роботоссетированная хирургия не компрометирует отдаленные результаты. Ну, и опять же вопрос, достаточно ли мотивированы хирурги для внедрения роботической хирургии, и вот как отражение этого, уже, как я уже показывал, да, 10 лет назад всего лишь первая была операция сделана на прямой кишке роботическая, а вот Байк с 2006 по 2008 год уже провел первое рандомизированное проспективное исследование по сравнению результатов выполнения лапароскопической роботической передней резекции. И, как показывает, и результаты, показанные в этом исследовании, и многие другие, я вот тоже ряд работ приведу здесь, которые опубликованы, вы видите, вот 2015-2016 год, это в аналах хирургической онкологии, в журналах хирургия, различными авторами из различных стран. Основное заключение всех этих работ, еще раз, что роботический и лапароскопический доступ, они примерно одинаковы по интероперационным осложнениям, по ближайшим отдаленным результатам. Так, что-то у меня не перещелкивается, слайды. Ну, здесь фактически те же самые работы, это просто как иллюстрация. Почему-то у меня... Ага. Вот на чем бы я хотел остановиться, тем не менее, небольшие различия есть. И они касаются двух моментов. Первое – это частота конверсий. Сейчас это тоже будет показано, проиллюстрировано ссылками на работы. И восстановление функций мочеполовых органов. Вот было показано тоже, что вы видите на этих графиках, они приведены из исследований, которые были опубликованы корейской группой авторов, многоцентровое исследование. Значит, вы видите, что восстановление мочеполовых функций после роботических операций происходит быстрее. В одинаковые сроки после операции, здесь взяты 6 месяцев, функции восстанавливаются одинаково, но скорость восстановления функций, если они нарушаются после такой операции, происходит быстрее после роботического вмешательства. Вот здесь это видно на вот этих вот представленных диаграммах. При этом, вот видите, это Йонсен Хоспитал организовывал это исследование. Через год после операции результаты практически не отличаются. Чем это обусловлено? Ну, на наш взгляд, конечно, лучшая визуализация. Вот наш опыт применения системы, конечно, бросается в глаза, несмотря на то, что сегодня в лапароскопической хирургии мы имеем очень хорошие, с высокой разрешающей способностью экраны и технику. Тем не менее, роботический доступ дает визуализацию однозначно лучшую. Ну, вот это в том числе мое личное мнение. Поэтому все вот эти вот нюансы, анатомические ветвления нервов в тазу, они, конечно, лучше видны, что было очень хорошо видно в фильме, который демонстрировал предыдущий докладчик. И вы видите, что вот эти четыре точки, которые для нас критичны, да, для понимания анатомии и для выполнения операции на прямой кишке, это перевязка при высокой перевязке нижней брюжеечной артерии, заднолатеральная диссекция на начало в тазу, да, рассечение боковых связок и вскрытие с фастой донвели, диссекция в этой зоне. Вот видите, там, упероскопический подход, роботический подход дает намного лучше визуализацию. Ну, тем не менее, еще раз, вот вы видите, здесь видны очень вот эта картинка с роботической операцией, здесь очень хорошо видны все ветвления нервов, причем они так закрыты фасцией, и, в общем, видно, что при аккуратном подходе, конечно, их травмировать, ну, их травму можно избежать. Значит, и иллюстрируют, опять же, вот эти все результаты уже достаточно большие исследования. Здесь вот проведено исследование, опубликованное также в 2015 году, в журнале медицина «Балтимор», и здесь уже больше тысячи пациентов в группах лапароскопических и хирургических сравнены, показаны одинаковые результаты этих подходов. Здесь также работа одна из последних, не вижу здесь год, честно говоря, но тоже одна из последних, где иллюстрируешься те же самые результаты. То, что касается вот кривой обучения в роботической хирургии, то, вы видите, вот если в лапароскопической хирургии, ну, считается по многим позициям, вот у нас в частности в институте исследования мы проводили, ну, по лапароскопической хирургии, поджелудочные железы, у нас такие точки learning curve, да, они где-то получаются 30 операций, потом 80, и после 80-90-х, какая-то стандартизация происходит, уже бригада работает как, ну, такой единый механизм. То, что касается роботоссетированных операций, вы видите, вот здесь вот эти 15 операций, и время значительным образом падает, и это доказано тоже многими работами. То есть вот надо преодолеть намного меньшее количество операций. Могу сказать, что вот опыт наших урологов, в частности, которые сейчас уже тоже перевалили там за 150, по-моему, у них, простатектомий роботических, вот тоже первые 10-15 давались тяжело, после 15-й, я сам, так сказать, за этим на всем наблюдал, так немножко со стороны, мне кажется, что после 15-й операция уже была стандартизирована. И думаю, что у нас примерно то же самое, хотя опыт намного меньше, пока происходит то же самое в колоректальной хирургии. Дальше вы видите, где-то после 35-й, 25-й, 30-й выполнения операций, время опять растет, это литературные данные, вот приведенные из работы, которую, ну, вы видите название ее на слайде, растет в первую очередь за счет того, что видно, просто начинают хирурги брать просто более сложные случаи. Если на первые там 10-15, наша рекомендация такая же, лучше отбирать больных с небольшими опухолями и даже с широким тазом, несмотря на то, что робот имеет большее преимущество, опять же, в узком тазу, да, он нам больше возможностей даст. Тем не менее, конечно, все равно оперировать легче в широком, поэтому лучше брать на операции там женщин с небольшими опухолями. Но дальше уже степень владения технологией, она позволяет расширять показания и при этом время опять немножко вырастает. Но здесь видно, что это тоже самая работа, иллюстрирующая временные затраты на выполнение этих операций, иллюстрирующие тезисы, о которых я сказал. Здесь я бы хотел только единственное обратить ваше внимание, вот на эту желтую кривую внизу, она внизу, это время докинга. Видите, что при адекватном тренинге и во всех центрах, в которых я, в частности, учился этому в Страсбурге, но сейчас достаточно много центров, тоже опять же Жак Провейс, который приводил в своем выступлении, очень большое внимание уделяется докингу, и потом говорят, что вы должны начать не позже, чем через несколько недель после возвращения с тренинга, потому что это очень важно, чтобы не забыть те навыки подвоза, что ли, оборудования. И я могу сказать, что для нас было хорошим подспорьем, где-то в одной из клиник в Японии я посмотрел, просто наклеенные на полу полосочки такие, которые под колеса робота, наклеиваются, говорят, вот это установка для простатоктомии, вот это для колоректальной хирургии, для прямой кишки, вот это для резекции почки и так далее. И не нужно думать о бригаде просто, да, она просто везет на вот эти вот, ставит на вот эти вот наклейки и все. То есть время докинга, в принципе, достаточно быстро можно отработать, что иллюстрирует вот эта кривая, которая здесь написана, приведена. Ну и здесь вот, собственно, иллюстрированы вот в этой работе те различия, о которых я говорил. Еще раз, все практически одинаково, с исключением конверсий на этапе обучения. Здесь вот этот вот левый столбик, он показывает, ну, различные параметры осложнений, трудностей, тех трудностей, которые встречаются во время лапароскопического и роботического подхода, освоения методики. Вот на этапе освоения количество конверсий при использовании робот-хирургии достоверно меньше. Здесь еще так меньше берется показатель начала питания. Ну, не знаю, насколько он там действительно правомощно по нему судить об эффективности методики. А то, что частота конверсий меньше, это очевидно. Ну, может быть, за счет того, что мы предполагаем, да, что, может быть, это происходит за счет того, что люди более тщательны, что ли, более аккуратны. Робот позволяет просто более аккуратно оперировать и, может быть, более аккуратную диссекцию и более осторожно, что ли, оперировать. Человек еще, кроме того, понимает, что для лапаротомии время, ну, больше займет приход на лапаротомию при использовании робота, особенно на первых операциях. Хотя, в общем-то, это, конечно, тоже не проблема. Достаточно быстро его можно отсоединить. То, что касается экономической составляющей эксплуатации роботических систем, тоже много исследований на эту тему проведено. Я хочу только одно приведить, что, в принципе, конечно, робот в большей степени оправдывает себя при выполнении технических сложных манипуляций. Он оправдывает себя, если этих манипуляций выполняется много, чем больше, тем дешевле получается. Ну, потому что нивелируются те затраты, которые должны уходить на техническое обслуживание. А это очень важно. Просто знаем примеры, когда техническое обслуживание не проводилось, и из-за этого какие-то мелкие совершенно поломки приводили к, во-первых, дорогостоящим в последующем ремонтам и таким простоем системы значительным. Поэтому, когда много операций выполняется, соответственно, техническое обслуживание на каждую операцию становится намного дешевле. И расходный материал тоже. Можно, в принципе, снизить затраты за счет использования каких-то однотипных инструментов. Это тоже все возможно. И там даже то, что мы там, скажем, в лапароскопической хирургии используем ультразвуковой скальпель и так далее. При использовании робота мы это ничего не используем. Там все можно делать монополярные и биполярные коагуляции с не меньшей эффективностью, а иногда и даже просто ножницами, потому что визуализация всех пространств, которые нам нужны для диссекции, она намного лучше. Но вот наш опыт, он, еще раз повторяю, достаточно маленький. В последнее время чуть быстрее стал нарастать, потому что первую операцию мы выполнили, наверное, тогда, когда у нас система появилась. Это уже давно было достаточно, уже, наверное, два года прошло даже побольше, может быть, и как-то первый год прям совсем редкие операции. Сейчас почаще и за счет того, что мы просто стали приобщаться, вот у нас Андрей Олегович стал делать эти операции, и постепенно, я думаю, что у нас количество будет расти, потому что мы сейчас и вообще в применении роботической системы, как стали более уверены. Еще раз повторю, есть такие операционные дни, когда мы даже по две операции в этой операционной делаем. И вот наш опыт, он, собственно, практически сходен с тем, который приводится в литературе. Видите, время докинга, хотя, может быть, оно даже первой операции более длинное. Оставалось, что, кстати, важно, потому что вот именно колоректальной хирургии прицельно, ну вот у нас так получилось, сотрудники наши не были на курсах именно по колоректальной хирургии роботической, да, был как бы общий курс, поэтому вот это время докинга, оно, ну, в каком-то степени на собственном опыте немножко, поскольку на собственном опыте всему обучались, то оно, может быть, немножко затянулось. А то, что касается кровопотери, время операции, вы видите, в общем, это все отражает примерно те закономерности, которые есть на сегодняшний день в мире. Но здесь вот приведено несколько операций, я не думаю, что надо на них останавливаться, все видели прекрасно выполненную операцию сегодня. В первой половине дня здесь есть наша запись, вот есть еще просто приведенные записи уже, ну, более опытных людей, как для сравнения, да, ну, понятно, что просто иллюстрирующие очень хорошую визуализацию и прецизионность, возможность очень прецизионной работы в этой зоне. Но тот препарат, который получается, видите, что он, собственно, соответствует макроскопически, по крайней мере, и потом я могу сказать, что это подтверждается микроскопически всем тем принципам, которые нужны в хирургии этой зоны. Ну и в заключение я бы хотел сказать, что мы видим все-таки преимущество роботоасситированных операций на прямой кишке, конечно же, в возможности выполнения более прецизионной диссекции в полости таза. Имеет, безусловно, эта технология преимущества у пациентов с узким тазом. Я могу сказать, я вот не случайно спросил у предыдущего докладчика, какую оптику он использует, потому что даже прямая оптика позволяет достаточно хорошо вывести самые труднодоступные в лапароскопической хирургии зоны малого таза для диссекции. При низких локализациях ополя тоже. То есть там, где трудно лапароскопически, чем дальше и глубже от лапароскопа, от хирурга, тем робот более эффективен. Ну и, соответственно, мы можем с помощью робота улучшить функциональные результаты, меньше получить количество конверсий, наверное, не меньшее осложнение, чем лапароскопическое, но меньшее конверсии и короткое кривое обучение. Я бы хотел еще в заключение фразу Альфред Кушери, наверное, многие знают, известный пионер малоинвазивной хирургии, лапароскопические, сейчас уже находящийся достаточно на таком преклонном возрасте, но тем не менее активно занимающийся разработкой принципов роботической хирургии в самых разных областях. Он даже брюшной полости, как с ним разговаривал, он очень хорошо сказал, что робот для пациента не имеет преимуществ никаких по сравнению с лапароскопией, но для хирурга, безусловно, имеет и позволит, самое главное, большее количество хирургов за более короткий срок довести до экспертного уровня, до которого в лапароскопической хирургии достаточно сложно дорастать. Еще раз я бы сравнил, все-таки вот это первичное кривое обучение, вот 100-120 операций в работе Мисковича, подтвержденных, глобальным таким анализом литературы, и 15, 20, 30 там по разным локализациям роботической системы, это все-таки большая разница. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...